Кто такой Иосиф Джугашвили? Не знаю. К сожалению, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день? Да, когда кушаем. Ну что ж, давай тогда начинать. Давай. Попробуем. Это передача вопросов за бабосы. Если Азиз ответит правильно на пять вопросов, получит тысячу сестерцев. Давай. Сегодня очень такой специфический выпуск. Я не буду подсказывать вообще. Представляешь? Да. А мы вчера смотрели, ты всем подсказывал. Ты даже просто так же раздавал. Да, да, да. И вот жена говорит, я бы мне бы туда. Она тогда следующая будет. Да? Она стесняется, я говорил, давай вместе подойдем. Давай в камеру смотреть. Давай. Четко. Я пойду еще быстренько сбегу, подержи пока. Угу. Да, действительно лягкий. Да. И так, первый вопрос. Кто обманул Колобка? Лиса. Лиса? А, нет, лиса его съела. Обманул Колобка. Там какие персонажи были, он сперва выбегает из дома. Что там у него, волк? Медведь попадается. Не, лиса. Лиса? Да. Лиса обманула и съела. На нос его посадила? Да. Да. КПСС. Как расшифровывается? Компартия Советского Союза. Ком? Ну, что-то такое. Типа комок? Нет. Коммунистическая партия Советского Союза. Коммунистическая? Коммунистическая. Коммуна. Коммуна? Ну, от слова коммуна, скорее всего. О чем мы с тобой остановились? КПСС. Третий вопрос. Ну-ка, подожди, мне кажется, мы сместились с тобой. Ты не двигался? Возможно. Что такое карат? Карат, не величина измерения, а в общем, бриллианты-алмазы измерять в каратах, их то ли яркость, то ли... А, вес, вес. Один карат с каким-то граммом равен. В общем, это величина измерения драгоценных металлов или там, вот этих всех бестюшек. Масса драгоценных камней. Да. Так и будет написано, сейчас будет какая-то музыка, и будет написано «Масса драгоценных камней». Четвертый вопрос. Кто написал лунную сонату? Вивальди. Нет. Это же музыкальное произведение, да? Лунная соната, по-моему. Ты у меня спрашиваешь? Просто написано, кто написал лунную сонату? Моцарт, Вивальди. Лунная соната, знакомь. Где Моцарт, там и кто? Там и Сальвери? Я его не знаю. В классической музыке я вообще профан. Викини, это Макс. Помнишь Макса? Ты смотрел выпуск, где Макс? Макс, Макс. Я просто сегодня... Нет, нет, нет. Я сегодня сделал в сторис, что я припросил сюда. И Макс приперся. Нет, я его не знаю. Давай, ты всех почти перечислил. Сальвери, это вымышленный, наверное, персонаж, мне так кажется. Так. Кто написал лунную сонату? У всех почти его. Подсказка? Так, а что подсказка? Ты Вивальди сказал. Вивальди. Кто там еще есть? Моцарт? Этот. Все. Моцарт? Да нет, ну, и назови еще одного, и ты считай, всех уже озвучил. Иностранных. Шопен? Нет. Ну, ты всех уже сказал. Ну, что ты тимяшишь-то? Шопен, Моцарт. Вивальди, Бах. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Ты знаешь каких-нибудь? Давай, да, чтобы она тоже была в кадре, так не серьезно. Мы же снимаем съемку. Ну, позови ее сюда. Подойди, пожалуйста. Ну, подойди. Стесням бы. Не поможешь. Косарь в семью. Макс, что сидишь? Посмотри, как мы в кадре выглядим. Вдруг мы куда-то... Все четко? Четко? Ты уверен в этом? Мы хотим быть крупняком. Вот так, серьезно. Ну, что оно такое? Ну, что? Давай, ну, маленькую. Маленькую подсказку. Псину так и называли в одном фильме. Бетховен. Господи, куда без подсказок. Что такое гетерохромия? Гетерохромия – это разные цвета глаз. Чаще всего у хаски встречаются, но они бывают и у людей тоже. То есть, один глаз голубой, может быть другой карий или зеленый. Ты заслуженно побеждаешь в этой передаче. А разве пять вопросов было? Ну, давай вспоминать. Первый вопрос был такой. «Колобок», «КПСС», «Бетховен», «Карат» и еще сейчас. И сейчас что-то вот тоже вот. Гетерохромия. Заслуженно. Да. Заслуженно. Прикольно. Очень прикольно. Легко, легко, на самом деле. Страшно, что камера сейчас как-то упадет и все. Ну, давай что-нибудь скажи в микрофон. Что-нибудь. Посередине ставь, чтобы все видно будет хорошо. Всем мира, добра. Чтоб вот то, что сегодня происходит, быстрее закончилось. То, что сегодня происходит, давай мы тягнем всем лаком. Это, блядь. Это ублюдство. Лучше бы народ жил просто спокойно. Конечно, представляешь? Ну, трогали. Какой ужас? Страх. Чужие земли. Зачем? Тем более народы братские. Конечно, конечно. Вообще войны, я считаю, это такое безобразие. Это ужас. Пора уже заканчивать с этим делом. Это стыд. Я войне не видел. Я даже представить себе не могу, что это вообще такое. Насколько это ужасно. Все это вот, как сказать. Да. Все, ладно. Счастливо. Спасибо. Не будем на грустном. У нас все-таки интеллектуально, как говорится, и вылезли. Участвуйте. Убеждайте. И все. Давай. Спасибо. Счастливо. Почастливо. Макс, иди сюда. О, у меня такая же собака. Так тебе и надо. Теперь нормально. Слышите, что так мельно? Что у тебя такая собака? Да, прикольно. Подсказывать сегодня ни хрена не буду. Не отвечаешь, бабок не получаешь. А, да? Хватит. Устроил это вам благотворительность. Не цена. Ну, поехали. Ну, давай. Этот не очень умный человек жил в цветочном городе на улице Колокольчиков. Это Незнайка, что ли? Нет, не Незнайка. В Лунном городе? А, Лунный город, это же этот, как его, Лунный город. Нет, это про Незнайку уже, правильно? Ну, нет, Лунный город. Ни одного Лунного города в моем опросе не звучало, но это про Незнайку. Ой, извини. Что? 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 Что означает Санкт в названии города Санкт-Петербурга? Святой Петр. Походу, бабки мои. Как бы сейчас камера не улетела. Это будет вообще круто. Штатив такой хлипенький. Не лечитатив. Пять тысяч рублей. Это чтобы был четкий, надо тысяча пятнадцать покупать. Ты же, он наверняка с Алиэкспрессо нет? Не, братан, в ярком этом, ну, яркий. С Алиэкспрессо я боюсь покупать чуть-чуть. В ярком чем? Ароматный мир? Ну, магазин этот яркий. Ароматный мир. Ашан. Поехали. Батя Геракла. Зевс? Уже полубок был? Да, да. Не смотри на меня так. Я уверен, да. Действия произведения Шекспира где происходят? Гамлет. Произведение Гамлет. Гамлет? Возьми уроки, короче. Давай. Не Англия, нет, совершенно. Нет. Италия? Гамлет, прикинь. Так, Гамлет. Страна же правильно назвать? Да, все правильно. Гамлет. Угу. 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 Гамлет. Ну, во Франции, что ли? В Голландии давай. Ты-то задолбал. Че ты я-то? Я тут ни при чем. Я реально забыл. Гамлет. Ё-моё. Ну, не в Армении же. Очень много же Гамлетов в Армении. Гамлеты есть. Да, у них имена такие клевые. Гамлет, аппер. Каково за это? Амац, камаз, аппер. А, у тебя вымышленный друг? Ага. Гамлет, тебе происходит. Киши, киши. Киши, гена. Это уже азербайджанский, честно. Не, не, ты что, я не знаю ни одного азербайджанского слова. Киши, ты, значит, давай, иди, иди. Гена, гена, гена. А, да? Киши, киши. Слушай, ты полиглот. Ну, ладно, подскажи, что тут. А что я тебе буду подсказывать? Начинаю. Обалдеть. Спонсора сегодня нету. Никто бабосы не хочет. Ты не давать просто так. Так ты и так знаешь, что я бабки не буду забирать. А, ты же не забираешь бабки, да? Ты же не ради них с тебя придешь. Нет. Я чисто поржать. Шоу поддержать. Блин, опять в рифле. Что за дело? Ну, ладно, подскажу. Ну, ладно, тогда подскажу. Ассоциативный ряд давай, чтобы у меня всплыл. Что там может быть? Потому что такая страна, даже и ничего, ассоциация викинги может быть? Швеция, что ли? Нет. Норвегия? Нет. Но викинги тоже были в свое время. Новозеландия? Из-за того, что они были. Новозеландия, прикинь. Вижу, пожалуйста. Короче, англичане, англичане в какой-то момент завоевали это пространство. Возможно, в годы самого Шекспира. И поэтому с Англии он перенес Хамлета туда, потому что англичский король, кажется, там какой-то треш-меш-меш-меш наводил. Я вот какие-то вещи говорю, но может, это и неправда, на самом деле. Вот поэтому ты у меня что-то это... Вроде бы такое могло быть, честно говоря. Не Норвегия, нет? Ты сказал, Норвегия сказал. Викинг, Викинг. Четыре буквы. Четыре буквы? Угу. Но это не город. Титя. Титя? Что за Титя? Так это страна. Титя? Да, близко. Это рядом с Митей? Титя, Митей? Что не Титя? Как и Сербия, Черногория, Титя, Митей, а потом распались? Я не шучу. Да ты гонишь. Я поморожу чуть руку. Страна Титя. Серьезно, говорю? Да не гони. Какой же все-таки ты... Недоверчивый. Глупый. Как можно не знать Титю, город? Город, не страна. Страна. Нет такой. Напиши, страна Титя. А я что написал? И что написали? Страна самой большой груди. Прижимать в грудь девочкам. Короче, защита имеет ответ. Честно. Честно. Титя нет такого города. Первая буква Д. Даня. Даня. Все. Я опять вопрос помню наизусть. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речку мячик. Ага. Кто это? Автор произведения. Блин, ты мя топишь, прикинь. Угу. Не маршак? Самуэль? Нет. Дельториум. 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 Его звали не Дельториум. Да и конечно. Его звали Дон Чичо. Не маршак, да? Баба. Баба, наверное, некрасиво будет говорить. Ты еще скажи. Женщина прекрасная. Какая баба? Негритянка. Мужик это по тонкому духу. Топлюсь. Сам себя топлю, да? Я на самом деле очень люблю чернокожих. Огни борта? Ну, именно африканцев. Мне кажется, они такие классные ребята. Они нам прикалывают. Ты игнорируешь молодец, который неправильный. А кого ты назвал? А, нет. А кого ты назвал? Подожди. Мне все забей. Ты прослушал. Я фигнирую. Еще раз скажи. Нет. Ну, скажи, вам правильно было. Огни борту? Да. Ну что ж, это победа. Ты выиграл тысячу рублей. И Даню назвал. Да, я назвал, да. С подсказкой. Что с ней делать будем? Ну, держи, давайте. Нет, стоп. Нет. Давай тебе дам ее. Нет, да не надо мне ее дам ее. Ты хочешь что-то с ней сделать? Да. Ладно, подумай, пока кому-то будешь этот приз, что ты будешь с им делать только нормально. Держи микрофон. А вот сегодня девушка наколачивала мне целую неделю, писала мне, где ты будешь, где ты будешь, где ты будешь. В итоге вот, написал, в сторис снял, что буду, у метро Дыбенко в парке, за ТЦ, у метро Дыбенко. Она уехала. К Меги Дыбенко. Бывает. Не срослось. Не знаю, если она придет, как бы, то молодца. Что могу сказать? Не придет, но не придет. В инстаграме можете вы иногда подглядывать за моими сторисами. И ежели будете в этом городе случайно, или вы отсюда, чпокс, инстаграм увидели, эта бородатая скотина будет снимать видосы. Я это опубликовал. Милости просим к нашему шалашу. Нет, милости просим. Как там? Милости прошу к нашему шалашу. Ты в инстаграме просто разыграй опять эту тысячу рублей, да. Что ты предлагаешь с этим косарем делать? Мы разыгрываем в инстаграме также. Пойдем поближе к метро, башку, там сейчас выцепим. Бери. Держи ты. А, давай, давай. Там милиция ходит. Это хорошо. Тебе сейчас закрепят. А можно поближе вас? Вот так вот. Левее. Вот сюда. Вот так нормально, да? Посмотрим. Хочу, чтобы был крупный план. Ну, блин, пили сегодня еще что-то. Да? Подальше, да, вот так? Ништяк? Ништяк. Ништяк. Переработку. Такая есть функция? Да. Старая обувь отдается переработку. За это ты получаешь... Ничего. Ничего, но кто-то что будет с этим делать? Ну, либо носить, либо перерабатывать. Потом в какие-нибудь детские площадки превратят. В пластик. Морально удалось так... А мы рек-то нажали. Это такая... Красная рек написана. Р-Е-Ц-Н. Да. Рок. Пронисистика. Елена Прекрасная, сейчас я вам задаю пять вопросов. Ответив на них по красоте, вы получаете тысячу шекелей. Хорошо. Имя подруги кота Базилио? Алиса. Если не секрет, сколько же вам годиков-то на досуге? Ну, вот, ровно столько, чтобы помнить, как зовут подругу Базилио. Восемнадцать? Чуть больше. Двадцать один? Еще чуть больше. Двадцать два? Ну, не будем угадывать. Кто такой Иосиф Джугашвили? Не знаю. К сожалению, не знаю. А подсказывать нельзя? Нельзя подсказывать. Что вот он... Он показывает, что у этого человека были усики. Все, подсказок больше не... Макс, что такое происходит? Давайте следующий вопрос. К сожалению, не ответив на этот вопрос, следующего вопроса не будет. Ну, ничего страшного. Очень жестокая передача. Ну, я тогда пойду. Нет. Нет. Нужна еще подсказка. От меня теперь. Этот человек, он был правителем... Иосиф Сталин. Россию. Россию. СССР. Иосиф Сталин. Я сегодня не хотел подсказывать. Ну, как я могу, Елена, вам не подсказать? Согласитесь? Угу. Сколько было Петру Первому во время основания Петербурга? О, это интересно. 25. Варианты ответов. 21, 31, 41, 51. Самое интересное, что из этих четырех вариантов три придумал я. 31. Что это вдруг? Не знаю. 21. 31. А что это вдруг? Что вдруг? Что это вдруг? Ну, вот так вдруг. Петр Первый родился в 1672 году. И на момент основания Санкт-Петербурга в 1723 году ему было 31 год. Спасибо. Вы из Петербурга? Нет. Мне можно. Да, вам можно. Вам можно себе такое позволить. Четвертый вопрос. В задачи этого иммунного органа входит захват и переработка вредных веществ, очищение крови или крови? Крови. Крови от различных чужеродных бактерий, вирусов или вирусов? Вирусов. 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 Аркадий Николаевич Вирусов. Ага. Ну, это, наверное, печень? Я думаю, что печень, а у меня есть познание в анатомии, потому что я в какой-то момент был кандидатом этих юридических всех наук. И печень, а там вроде по еде, вот что-то там покушал, там все это бам-бам-бас, она по красоте всю эту гадость, это пум-пум-пум-пум-пум-пум-бам-бам-бам-бам-бам. А вот это, она за кровушку больше, а вот эти все, за кровушку, там какие-то клетки есть, там кровяные, они уже старые, она хаджама сделала, и все, понимаешь, все, иди. Кто ты сказала? Селезенка. Отлично. А я что-то разошелся, вспомнил новость. Так, последний вопрос. Последний вопрос, ответив на него, Елена является победителем в этой стране. Принудительно трудовой лагерь, появившийся в 1920 году в Советском Союзе. ГУЛАГ. ГУЛАГ, разве был такой лагерь? Нет. Как можно тебя быстро сбить с панталыга, суеты-сует, с конского хвоста? Возьмем в руки микрофон, пожалуйста. Передай кому-нибудь привет. Всем передаю привет. Что, действительно? Это победа, это победа. Это невероятная победа в этой передаче. Смотрите, сколько бабосов. Сколько, сколько бабосов у человека, у которого совершенно нету спонсоров в этой передаче. Что за передача-то? Где смотреть? Это волшебная передача, называется «Вопросы за бабоса». Я Жека Ширяев, и я ее ведущий, и репортер, и монтажер, и ну там всякие делишки там еще. Ну ты сама понимаешь, что же ведь фантастика. Это фантастическая передача. Пожалуйста, это ваш приз. С ума сойти, спасибо. Надеюсь, они настоящие. Да, они совершенно настоящие. А у меня тоже постоянно эти вот сопельки вытекают. Прямо на усики, вот так вот. Погода такая. Что делать? Мерзкая погода, мерзкая. Хочется тепла, солнца хочется. Да. Очень хочется. С победой поздравляю тебя. Да, спасибо. Да, так что беги, сдавай свою обувь. А что за ботинки-то хоть покажи? Может, мне подойдут? Старые. Да нет, вряд ли у меня размер маленький. А, ну да. Слушай, они еще такие неплохие поютки. Ну, они, к сожалению, уже все закончили. Дырявые? Угу. Ага, то есть дырявые. Не получится, да. Ну ладно. Ну все, беги. Ладно, хорошего дня. Взаимно, пока. Пока. Счастливо. Хочешь, чтобы тебя не видела камера, типа, да? А, нет, ну что здесь, что снимаете? Мы хотим, чтобы ты с нами вместе снимался. Это кино. Ага. Братишка, кино снимаем. Извините, я на учебу спешу. Очень крупно. Ну, вы занимаете, наверное, процентов 70 экранов. Я пойду подзыве, хорошо. Нельзя ему доверять, он не оператора вообще никак. Он хоккеист. Дальше, подальше. Подальше, подальше. И я встаю здесь и четко. Блин, ты не попадаешь. Ты врешь. Да шучу, блядь. А что мы говорили? Я вас смотрю на ютубе. Постоянно? Постоянно. Еще до того, как был большой-большой перерыв. Еще до того, как у меня появился ютуб. Нет, нет. До того, как у вас был большой-большой перерыв. У нас это у кого? У вас. У кого у нас? Евгения Ширяева. А можно же на ты? Что это у вас? Саня? Саня. Тебе? Саня. Тебе сколько, Петр, лет? Мне 33, получается. Да, получается, я постарше буду. Петь, извини, конечно, тогда все-таки давай на вы. Все-таки годик, как ни крути. Я тоже повидал. Повидал. Да, я ничего пока что не видел. Вопрос номер один. Давайте. Ох, у меня девушка будет рада, наверное, видеться. Как зовут девушка? Попаду. Ольга. Оля. Ты обязательно? Смотрим вас. Обычно приходим вечером после работы. Делаем ужин. Садимся. Включаем. Ну, если выходит видос. У вас когда был, получается, вчера смотрели? Вчера смотрели вас. Это длинный видос, который смотрели? Длинный. Там еще последний мальчик такой странный был немножко. Электрик? Электрик, да-да-да. Он еще не хотел говорить, где он работает. Да-да-да. Смешной. Очень смешной. Просто, как говорится, обхохочешься. Кто мог исполнить желание старика для его старухи? Золотая рыбка. Сказка о золотом. Говорит неправильно, Максим. Старики, старуха жили у моря. Все верно. Я не понимаю, почему он говорит неправильно. Он сбивается. Лучше посмотри, как мы в кадре выглядим. Колоссального размера, часть твердой поверхности, земного шара, окруженная со всех сторон морями и океанами. Континент? Или материк. Или материк. Называйте, как хотите. Либо материк, либо континент. Лично нам вообще все по барабану. Пофигу, да? Сколько их там? Я уже не помню. Или это не входит в вопрос? Не надо. Нам это все лишнее. Опять подсказывает Максиму. Как обычно, неправильно. Шесть. Ради того, чтобы забрать с собой любовника в США, Айседора Дункан согласилась заключить с ним брак. С кем с ним? С Айседора Дункан. Так, давай без подсказок, пожалуйста. Сколько их там? Ну, она, я помню, что что-то с Есениным, у меня там были какие-то мутки. Шурамура. Шурамура, да. Вася, Вася, Тоси, Боси. Она бы сам ехала в Америку, умерла там, что-то ее шарфом намотала на колесо. Это я помню. Задушила. Кошмар какой. С Есениным, да. Четвертый. Это очень трагичный смертный, я помню, читал где-то там в шахте просто. В панораме было написано. Ну, где-то было написано. Четвертый вопрос. Длительный, прерывистый гул. Долгий гул грома, например, так можно назвать. Как можно назвать? Непрерывный гул. Или вот гром. Раскат. Раскат грома. Да. Да, уж какой-то умный человек, обалдеть. Да, не, класс. Тупенький, обычный человек, средний. Средний класс. Пятый. Средний вопрос. Какой горный хребет проходит с север на юг через запад России? Урал. Урал. Уральский город. Это браво. Весь зал оплудистый. Аферасомент делает весь зал. А, ну ты же. Да, да, да. Сюда вот так вот так отставим. А где это колбасочка? А, благослови. Колбасочка, повернув. Есть новый микрофон. Микрофон, все красиво записывать. Давай, передавай Оле. Я, конечно, передаю Оле привет. Она будет удивлена, когда мы в следующий раз сядем на покушать. Включим ваше видео. Она будет в шоке. А ты не говори. Я не буду ничего говорить. Я ничего не буду говорить. А в том-то и дело. Я даже не буду вставлять тебя в самое начало, чтобы это была интрига. Ты, боже, будешь в конце. И тут не на привью главное не вставляйте. Не на привью главное не вставляйте. Не на привью главное не вставляйте. В каком случае. Все. А, маме, папе привет. Я им скину ссылку. Они тоже пусть посмотрят. Слушай, а вот она вот косарь у тебя увидит. Скажет, откуда косарь. Потому что продумай этот момент. Блин. А я уже не куплю. Скоро 8 марта. 8 марта. Добавили и купили. Да, да, да. Петр добавит 650 рублей и купит шикарный букет цветов на 8 марта. Да? Я не Петр, я Саша. Тем более. На этом наша сегодняшняя видеосъемка заканчивается. С вами был несменный ведущий Евгений Ширяев и Петр Александрович Жняцкий. Жняцкий наш участник номер 3. Три? Или четыре? Четыре. Четыре, да? Часательно. А, четыре. А так по видео иногда смотришь, у вас там не можете поймать никого. А то сегодня аж четыре человека. Да, да. Вероника не смогла приехать, потому что приехала к Мега Дубенко. Понимаешь? Я не знаю. Как так можно было? Все, спасибо вам большое. Да. Фальсократ. Да. Все, пока. Пока. Так, иди туда. Давай. Итак, мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, у меня есть второй канал, который называется Еширяев. И там я снимаю новую передачу, которая называется «Поговорим ни о чем». Уже снято два выпуска. Один выпуск, где я разговариваю ни о чем один. А во втором выпуске, который вы можете прям посмотреть после этой передачи, я разговариваю с очень известным психологом. И очень там все так интересно. Их, можете сразу посмотреть эту передачу после этой передачи. И если вы хотите поучаствовать в передаче «Вопросы за бабосы» либо в передаче «Поговорим ни о чем», пишите в инстаграме, смотрите инстаграм. Ибо в инстаграме иногда я делаю сторис и говорю «Друзья, ну давайте-ка, приходим все на съемку». Буду снимать там через пару часов там-то, сям-то. К сожалению, только через… за пару часов я могу понимать и осознавать, и принимать, и дознавать, где я буду снимать. Что-то хотел еще сказать. Что-то хотел еще сказать. А, сегодня наш участник, который до сих пор стоит напротив меня и смотрит, как идет съемочный процесс, это Константин Сабрицкий. Можно вас? Николай. И вот Николай сегодня приехал на съемку, уиграл, опять не взял ни копеечку, рублев, потому что хочет, чтобы я сделал прямой эфир в инстаграме, и эти сестерцы, а именно тысяча шекелей, разыграл среди вас, дорогие друзья. А тебе долго монтируют? Откуда я знаю? По-разному. Спасибо, Николаю, за этот бонус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok